Добрый вечер. Количество россиян, постоянно испытывающих стресс за последние 9 лет, увеличилось на 5%. Такие данные опубликовал в ЦИОМ. Наиболее подвержены стрессу женщины, а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Друзья, ну помните, как говорят, все болезни от нервов. А стоит ли переживание на учебе или работе вашего здоровья? Ну, я уверен, что нет. Вот и сейчас заварите себе зеленого чая с медом и проведите вечер в спокойной и позитивной компании. Ну, то есть в нашей. Это вечерний вестник на Ветте 24 в студии Егор Тверетинов. И вот о чем расскажем сегодня. Прогресс в борьбе с раковыми заболеваниями. В онкодиспансере появилось новое оборудование. Они лучшие. В Перми прошел фестиваль «Постфакт». Проезд станет удобнее. Власти обсудили новую транспортную модель города. Вернемся в детство. Во что играли советские дети? Онкозаболевание – страшная вещь. Трудно диагностировать и долго лечить с применением различных, не самых полезных для организма веществ. Да и не факт, что болезнь отступит. Однако прогресс не стоит на месте. В краевом онкодиспансере появилось новое высокотехнологичное оборудование. Как оно поможет пермским врачам в борьбе против рака, расскажет Валерия Ермакова. Рак молочной железы – именно этот диагноз Галина Пономарева услышала в августе этого года. И буквально неделю назад женщине сделали щадящую операцию по удалению злокачественной опухоли. Чувствую себя нормально. Даже хорошо стало после операции. Я по сравнению со всеми после этой операции не чувствовала дискомфорта. Потому что все ходят с какими-то баночками, а у меня вот так вот. И уже готовят к выпуске. Очень понравилось. Пациентки провели операцию по новой технологии. Биопсия сторожевого лимфоузла применяется при лечении рака молочной железы первой и второй степени. Пациенту перед операцией вводится радиофармпрепарат. Во время операции удаляется уже сама опухоль. И с помощью специального портативного аппарата, гамма-детектора, находятся эти лимфоузлы. И удаляются только они. Но гамма-детектор – не единственный новый аппарат в медицинском учреждении. В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта, утвержденного президентом Российской Федерации здравоохранения, в краевой онкодиспансер поступило оборудование на общую стоимость – 60 миллионов рублей. Это УЗИ, видеэндоскопические комплексы, коагуляторы и высокоэнергетические платформы. Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников обозначил в качестве приоритета усиление поликлинического звена и стационара в сфере онкологии. Это позволит повысить эффективность трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Мы на сегодня имеем положительные тренды в снижении смертности и в сохранении продолжительности жизни за счет раннего выявления и большего охвата наших пациентов именно на этапе первичного звена, то есть на уровне поликлиник. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, уже увеличилась на 1% по сравнению с прошлым годом. Безусловно, задача всего медицинского сообщества Прикамья – еще увеличить эту цифру как минимум в два раза. Но большая ответственность лежит и на пациентах. В первую очередь они должны вовремя обращаться к специалистам при любых недомоганиях. Валерия Ермакова, Иван Худюков, Ветта-24 Вот все-таки не зря Перм называют фестивальным городом. В год их проходит у нас около сотни. Именно у нас зритель может познакомиться с произведениями искусства разных жанров со всего мира. Ну, разве это не повод для гордости? Вчера в Перми завершился фестиваль «Постфакт». И как это было, расскажет Полина Рифа. Публика заходится в аплодисментах, победителей носят на руках мысленно. Их на фестивале «Постфакт» двое. Спектакль большой формы. В этой номинации два основных соперника. Это Пермь и Москва, Сатирикон и наш ТТ, Дон Жуан и Пьяные. В итоге Мольер уступает Вырыпаеву. В бесконечных своих превращениях То в кувшин превращается То в пиалу. Если ты любишь, ты живешь. А вот относительно лидеров номинации «Малая форма» жюри единодушна. Симпатии оказались на стороне театра из Ярославля. Театр имени Волкова, первый профессиональный, основан в 1750 году. Спектакль, представленный им на «Постфакт», современная постановка «Пилорама плюс», история о любви, тотальном одиночестве и коммуникативных проблемах. Диагноз современного общества. Напомним, театральный фестиваль «Постфакт» в Перми прошел впервые. Его можно назвать производной от золотой маски. Из ее лонглиста, который состоит из 150 лучших постановок страны, жюри «Постфакт» выбрало 9 на свое усмотрение, чтобы познакомить их со зрителем. Так что у пермяков теперь есть возможность, не выезжая за пределы города, иметь собственное представление о театральной карте страны. Еще один весомый вклад организаторов в местное образование, публики. В программе фестиваля, кроме показов, читки, лаборатории, выставки, мастер-классы, обсуждения, совместные перформансы. Идея со зрителем, которую мы, Борисом Мельграммом, в этот раз воплотили, сделали и придумали, по-моему, она просто удалась на раз. Вот просто для меня это самое сильное впечатление. Что люди, пришедшие с улицы, приняли участие в читке, в очень серьезной читке пьесы Мариуса Ивашкевича, жесткой пьесе. И просто зрительницы, люди с улицы читали замечательно и в смыслах разбирались. Просто ребята, пришедшие к Шургановой, балетмейстеру, сделали, на мой взгляд, интересную такую инсталляцию. У Володи Ранева в его работе была девушка, которая первый раз в жизни пришла в театр, вообще первый раз в жизни, даже в куплы не ходила, и сразу попала на сцену. И я ее спросил, если будете ходить в театр теперь? Она говорит, да, это ужасно интересно. Вот, собственно, это самое важное. Мы занимаемся вербовкой. Мы вербуем зрителя. Всего завербовано больше 4 тысяч зрителей. Именно столько человек посетило театр за 5 фестивальных дней. Ну а следует ли продолжение, мы узнаем только через год. Но лично мы за постфакт. Полина Рифа, Владислав Рашидов, ВЕТТ-24. Если привезти в Перм человека, который не был у нас лет 10, то, я уверен, город он не узнает. Ну, сколько всего нового появилось. Фонтаны, скверы, улицы, набережная. Город преобразился. Однако на достигнутом никто не останавливается. Перемены в городе продолжаются. От улицы Ленина до улицы Петропавловской вдоль театра-театра появится улица смешанного использования. Как это будет выглядеть точно, пока неизвестно. Вполне возможно, как в Лондоне. На улицах снимают светофоры, убирают дорожные знаки, бордюры и прочее. Остается гладкая поверхность без каких-либо признаков навигации. Идея проекта заключается в том, что на улице без знаков водители становятся более внимательны к тому, что происходит вокруг. Ну а пермики к такой идее отнеслись по-разному. Не могу себе представить этого. У нас люди давить друг друга будут и будут друг друга орать. Не думаю, что у нас получится это сделать. Вопрос требует изучения. И нужно делать скидку на менталитет и все остальное. Потому что нам что не запрещено, то разрешено. Соответственно, я бы не экспериментировал с такой историей. Но есть и те, кто положительно смотрит на такие нововведения. Я думаю, да. У нас народ много ходит и пешком, и перемещается на автомобилях, которых тоже очень много. Мне кажется, что проживется. Разработанная документация по планировке территории создает основу для дальнейшей реконструкции центральных улиц Перми. Таким образом, мы заранее можем спланировать, где организовать дополнительные полосы для движения автотранспорта, а где создать новое общественное пространство. Проекты планировки и межевания разработаны с учетом градостроительных норм и правил, а также действующих ограничений по сохранению объектов культурного наследия. Реализация предложений, содержащихся в представленной на публичных слушаниях документации, позволит в буквальном смысле открыть улицы Перми для горожан, сделав их более комфортными и красивыми. Это не единственный проект, предложенный администрацией. Планируются изменения в Ленинском, Держинском и Свердловском районах. В частности, устройство второстепенного проезда и тротуара в почетной стороне улицы Ленина от дома номер 88 до улицы Крисаново. На улице Крисаново от улицы Пушкина до улицы Петропавловской появится вторая полоса движения, выделенная трамвайная линия, велодорожка, автостоянки. Ну а с полным списком проектов можно ознакомиться на сайте администрации города. Продолжая тему городских реконструкций, я предлагаю обратиться к конкретному примеру. Улица Встречная открыта после ремонта. Как она выглядит теперь, узнал Максим Суханов. Город Перм, микрорайон Парковый, улица Встречная. Что сразу здесь после ремонта бросается в глаза? Это, конечно же, ровная заасфальтированная проезжая часть и новый тротуар. Достаточно, как мы видим, широкий. До ремонта стоит отметить, что его здесь не было, и пешеходам зачастую приходилось идти прямо по обочине. А это, как известно, крайне небезопасно. Улица Встречная – одна из важнейших транспортных артерий Перми. По ней ежедневно мчатся десятки тысяч машин, следовавших как в аэропорт, так и дальше на запад Пермского края. Поэтому, безусловно, качество проезжей части важно для всех, учитывая, что долгие годы дорога на Встречной была явно не в самом лучшем состоянии. Раньше здесь была дорога плохая, много ям было. Сейчас отремонтировали дорогу, отличная дорога, и приятно ездить по ней. Что касается непосредственно ремонта, то он по улице Встречной проходил в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт проходил на участке от улицы Подлесная до улицы Верятская. Напомним, что в 2019 году в рамках национального проекта в Пермском крае идет ремонт 55 объектов. Всего будет отремонтировано более 90 километров дорог. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 2 миллиардов рублей. Приведение в порядок региональных дорог – одна из приоритетных задач краевых властей. Глава Прикаме Максим Решетников неоднократно заявлял, что улучшение состояния дорог напрямую влияет на безопасность жителей и на уровень жизни в регионе в целом. Максим Суханов, Иван Худяков, Ветта 24. Продолжим тему городских перемен. Я уверен, пермяки заметили, что изменился не только внешний вид города. Изменилась и транспортная структура. Мы отказались от троллейбусов, получили новые автобусные маршруты, изменилась система оплаты проезда. И это еще не конец. Общественный транспорт в Перми станет еще удобнее. Увеличение пассажиропотока на 600 тысяч человек ежегодно. А также повышение требований к подвижному составу. В Пермском крае планируют внедрить новую транспортную модель. Реализацию проекта в минувший вторник обсудили члены правительства региона на традиционном заседании. Стоит задача перестроить работу, чтобы сам транспорт работал как часы, чтобы маршрутная сеть была удобна, чтобы было безопасно, чтобы современные методы уже внедрялись. Это и управление транспортом, чтобы он приходил по заранее понятному расписанию, чтобы можно было онлайн отслеживать, когда придет транспорт, чтобы можно было безналично рассчитаться. Ну и важный момент, что не только общественный транспорт должен развиваться, но и соответствующая инфраструктура. Я имею в виду остановки и транспортно-пересадочные узлы. Среди основных принципов новой транспортной модели – движение по кратчайшему пути, сокращение дублирования и равномерность загрузки транспорта. Предлагается сохранить 170 маршрутов из действующей сети и добавить еще 15 новых с учетом потребности населения в медицинском и социальном обслуживании. Особое внимание оплате за межмуниципальные перевозки. Сегодня в соответствии с федеральным законодательством схема транспортного обслуживания по региональным перевозкам осуществляется по нерегулируемым так называемым тарифам. Это означает то, что перевозчик сам их устанавливает. Ну и зачастую необоснованно, увеличивая стоимость проезда одного километра пробега. Новая транспортная схема предусматривает устанавливание тарифов на уровне правительства Пермского края. Мы их устанавливаем и будем контролировать это соответственно. Запустить реализацию новой транспортной сети в Прикамье планируется уже со следующего года. Покончательно перейти к новой системе регион планирует в 2022 году. Руслан Бепеляев, Андрей Соловьев, ВЕТТ-24. Продолжая тему общественного транспорта, хочется поговорить о водителях автобусов. Ведь каждый день мы осознанно доверяем им свою жизнь. Именно от них зависит, насколько благополучно мы доберемся от дома до работы. Насколько этот риск велик, сейчас расскажем. Есть аккуратные водители, есть отвратительные водители, что даже чуть не с сиденья не падаешь. Насколько я езжу, вроде нормально, меня устраивает. Оправдан ли это риск? Нет. Они везут людей, они дрова. Но риск ничем не может быть оправдан. Мнения пассажиров по поводу безопасности общественного транспорта в Перми разделились. Чтобы выяснить объективную ситуацию на дорогах, сотрудники Краевого ГИБДД провели рейд. Среди нескольких водителей автобусов выявлены два нарушителя. У одного резина не соответствует требованиям безопасности. У другого повреждено колесо, а также не горит стоп-сигнал. Один одинаковый, один одинаковый, один одинаковый. Понял. Далее нарушение. В заднем левом колесе повреждения видели? Колесо повреждено у вас. Порезать. Пойдемте посмотрим. Я видел. Нарушитель вину признал, обещал исправиться и другим нарушать не советовал. Нельзя делать правила, надо соблюдать дорожное движение. Но не все нарушители среди водителей общественного транспорта были позитивно настроены на общение. Остается надеяться, что наказание выполнит свою воспитательную функцию и нарушений впредь допущено не будет. Ведь основная задача водителей – довозить пассажиров до пункта назначения в целости и сохранности. Как вы относитесь к нарушениям среди ваших коллег-водителей на дорогах перемеха? В краевом управлении ГИБДД отмечают, что в этом году ситуация на дорогах более благоприятна, чем в прошлом. И хоть количество нарушений снизилось на 12%, цифра все равно остается пугающей. С начала года выявлено 11 549 водителей автобусов за нарушение правил дорожного движения. При этом также выявлено из потока 22 водителя, управляющихся транспортным средством, то есть автобусом в нетрезвом состоянии. Да, в движении общественного транспорта в Перми пока не все так идеально, как хотелось бы видеть. Но сотрудники ГИБДД активно проводят профилактические работы для того, чтобы наше с вами передвижение по городу было безопасным. Егор Тверетинов, Ольга Борисова, Константин Старков, Ветта 24. В этом году весь мир празднует почтенный юбилей одной знаменитой дамы. И, надо отметить, в свои 60 она в прекрасной форме. Я говорю о кукле Барби. Ну, разве в эти куклы играли советские девчонки? Ну, конечно же, нет. Я предлагаю вспомнить наши родные игрушки. Ненадолго вернулась в детство Полина Рифа. Давайте попищем немножко. Писк из тела из того времени. Советская игрушка долгое время оставалась предметом роскоши, малодоступным для тех, кому она предназначалась. Исключение, пожалуй, игрушка из резины. Но и та не отличалась долговечностью и быстро выходила из строя. Сначала никаких специализированных фабрик не было. Производство велось на обычных, как товар сопутствующий. Были игрушки промышленные, которые изготавливались при каких-то фабриках. Например, вот такая вот замечательная мясорубочка. Которая, видите, она практически настоящая. То есть ее делали на обычной фабрике в цехе детской игрушки. Далее, посмотрите, вот такую игрушку. Ее изготавливали тоже так же, как обычную взрослую подольскую машинку. Она абсолютно пригружена для того, чтобы на ней сшить. То есть ребенок мог сшить на ней обычный шов. Вплоть до 60-х фабричные куклы в основном из телелоида. Революция в игрушечной сфере приходится на 60-е с запуском в производство пластмассы. Тогда ценник демократизируется. В каждом крупном, а иногда и не очень, в городе появляется своя фабрика игрушки. Игрушка нашей краснокамской фабрики. Данные игрушки, как правило, существовали при бум-комбинатах, при тех комбинатах, где обрабатывалось дерево. И были материалы для производства данной игрушки. Эта игрушка производилась до 80-х годов. У нас представлен экземпляр 30-х годов. И далее вы видите экземпляр 80-го года, тоже выпущенный на краснокамской фабрике. При всем уважении к советской игрушке, очень долго она не отличалась оригинальностью, пока в дело не вмешалось искусство телевизионное. В 70-х годах в кукольную индустрию победным шагом ходят герои мультипликационных фильмов и не покидают эту сферу уже никогда. Ну, конечно, какой ребенок устоит перед обаянием очаровательного незнайки или другом всех детей, кракозилом гены. И каждому хотелось, чтобы любимый персонаж жил у него в квартире. Игрушка уже не роскошь, но к ней продолжают относиться с придыханием. И покупают в основном по особому случаю на день рождения и праздники. Все-таки хорошая игрушка, надо сказать, стоила приличных денег. Конечно, например, автомат для мальчиков, вожделенный, который стрелял, и были искры из него, и он трещал, стоил 9 рублей 20 копеек. Это довольно солидная сумма была для того времени. Семья могла 2-3 недели жить на эти деньги. Вот такая кукла замечательная стоила 13 рублей. Вот давайте посмотрим на нее. Она не только поворачивала голову и ходила сама, говорила мама, да, глазки ее, видите, открывается. Сама ходила, можно было ее передвигать. Да, вот таким вот образом, видите, вот она идет. Ух ты! То есть это советское производство? Это советское производство, абсолютно верно. Но это шикарная, шикарная. Фабрика «Весна». Куклы чинились, плюшевые мишки подшивались, машинки ремонтировались, игрушки берегли и передавали по наследству. Наше отечество, хоть и стремилось к стабильности, но не всегда его достигало. Когда эти фломастеры заканчивались, хоть шли мамины духи, и об этом одеколон папин, да, и пипеточкой закапывая продлевали жизнь фломастерам. В Закамской галерее куклы выставка продлится до конца ноября. Так что время для того, чтобы познакомиться с советской игрушкой «Тет-а-тет» еще есть. А заодно выяснить ее особое обаяние, миф или реальность. Полина Рифа, Владислав Рашидов, Ветта-24. Это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Егор Тверетинов. Завтра в 6 утра встречайте Станислава Уланова и Утренний Вестник. Ну а я увижусь с вами в 19 часов. Хорошего вечера. В Тельме ожидается пасмурная погода, временами дождь. Температура воздуха 3-5 градусов тепла. Ветер южный и юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.